Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа Якутск. Сегодня в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Марии Сунхалырова и Михаил Эверстов. На календаре 16 апреля, вторник и сегодняшний наш выпуск мы посвятим скалолазанию. Ведь, как известно, в этом году на восьмых играх Дети Азии будет представлена новая спортивная дисциплина скалолазания. Так что, если у вас есть вопросы нашим специалистам, гостям в студии по этой теме, смело звоните нам и задавайте их. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 320066-321166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру плюс 7-411-2-320066. Итак, Якутск готовится к важному международному спортивному событию. Восьмым международным спортивным играм Дети Азии, который стартует в конце июня, то есть буквально уже через два месяца. И в этот раз в программу игр включены соревнования по скалолазанию. Для их проведения спот-комплексе Дахсун на днях завершилось строительство скалодрома. Более подробно о нем и о предстоящих состязаниях нам расскажет президент Федерации альпинизма и скалолазания Якутия Алексей Семенов. Олег Сайфулин, старший тренер по скалолазанию Республики Саха-Якутия. И Нелли Кононова, член сборной команды по скалолазанию нашей республики. Тот человек, который будет представлять Якутию на Играх Дети Азии. Здравствуйте, очень рады вас видеть в нашей студии. Давайте поговорим вначале о строительстве скалодрома. Насколько мне известно, достаточно такой вот масштабный проект, объект, затея не из дешевых. Как все удалось это сделать? Это удалось благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу, который учредил такие международные игры, как Дети Азии. Которым очень заинтересовалась Федерация скалолазания России. И на конференции мы выступили. Тут в городе, в парламенте нашей республики, Михаил Дмитриевич Гуляев помог нам, провел круглый стол по развитию скалолазания и альпинизма нашей республики. И на этом круглом столе были приняты определенные решения, по которым я выступил и в конференции ФСР, очень заинтересовались. И благодаря поддержке правительства нашей республики Айсен Сергеевича было написано письмо Левитину фонду олимпийцев, чтобы дали добро на строительство скалодрома в спорткомплексе ДОХСУ. Ну и, конечно, поддержала комитет Дети Азии Владимир Владимирович Максимов и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Анатольевич Бычков. Вот с их помощью, вот наша мечта, она... Осуществилась. Да. Как долго длилась строительство скалодрома? Ну, само строительство, оно с прошлого года были замещики, они измеряли и начало свою работу с осени. С осени, но вот из-за того, что температурного режима для достава у нас не было, мы ждали, пока лёд укрепится. Вот январь месяц и в феврале месяце вот четыре фуры приехали в город Якутск. Вот само строительство было в Санкт-Петербурге, фирма Топпоинт, а здесь осуществлялась только... Установка, да? ...сборка, монтаж. Десять монтажников из Питера Топпоинт они собирали. Ага. И расскажите вот о размерах скалодрома. Какая высота, ширина, сколько секций в скалодроме? Ну, как Олег Викторович отмечает, по России таких совмещенных объектов только восемь, да? Да. Восемь. Вот у нас комплексно построено, по требованиям, по международным требованиям. Это зона болдеринга, 26 метров шириной, высотой 5 метров. Она стоит на западной части спорткомплекса Доксун отдельно. И на восточной стороне, там уже идет зона 16-метровая, трудность шириной 30 метров и скорость шириной 6 метров. Ну, достаточно большой такой, да, объект получается. А вот как он уместился в Доксуне, я слышала, что чем-то пришлось пожертвовать, трибуны убрали, да? Да, трибуны, часть трибун боковых убрали. И как раз проектировщика они смотрели. Вот был сделан проект, по которому вот уже он был установлен. Была проведена очень большая работа по демонтажу, по укреплению пола. То есть скалодром стоит самостоятельно. То есть он не к стене крепится, а вот самостоятельно на основании, на фундаменте стоит. Вы сказали, что в нашей стране атаки скалодромов 8, да, всего. А вот какие города вошли в этот список, кроме Якутска, получается? Ну, что вы помните? В Воронеж, Тюмень, сейчас в Пензе построили, в Омске отдельно стоящий, Красноярск и Москва, Питер. То есть это как бы основные, да. Понятно. И вот хотелось бы пояснить для наших телезрителей и радиослушателей про сам скалодром. Вот примерно визуально, если сейчас наши телезрители не видят картинку, да, вот всё-таки имеют представление, как выглядит скалодром. Там есть неопределённые выступы, они все окрашены в разные цвета. Как они называются и почему разные цвета? Олег, наверное, вы, да, объясните. Все эти выступы — это либо зацепы, либо большие рельефы, по которым, соответственно, спортсмен должен улазать, преодолевать свою трассу. А цвет, как таково, не имеет никакого значения, просто чтобы было проще ориентироваться при лазании, выбирается один цвет и ставится из него определенная трасса. Внизу, как правило, на больших скалодромах есть меточки, там ставится название трассы и её сложность. В скалолазании все трассы категорируются от пятёрок А до девяток А+. И если вы лазаете, вы приходите, выбираете трассу своей категории, введите на эмблемке, какого она цвета, и спокойно её лезете. Для новичков, чтобы было проще, не заморачиваться цветами, им просто дают дорожку наверх, объясняют, что им нужно лезть вдоль веревочки, и они просто лезут по всем зацепкам. И со временем переходят на более сложные. Просто ориентироваться вдоль веревочки. Да. Хорошо, понятно. Нелли, скажите, какая любимая трасса у вас? Трудность. Моя любимая трасса трудность и скорость, наверное. А вот как понять, что такое трудность, скорость и вот третий, вы сказали, болдинг? Болдинг. Это ксея коротких трасс. Обычно на соревнованиях квалификации используются пять трасс. Они от пяти до двенадцати движения максимально. Высота скалодрому до пяти метров, но внизу лежат маты. Там 40 сантиметров на стиле. Спортсмен лазает без ничего. И в случае падения приземляется на маты. Его задача пролезть эту короткую трассу. Но она не просто трасса. А она именно с загадкой, с какой-то своей изюминкой. Нужно понять все движения на трассе и сделать их качественно. Для подведения результатов еще учитываются попытки. Любой отрыв всех, конечно, не от пола является попыткой на трассе. То есть, кто сделал больше топов, меньше попыток, тот всегда в приоритете. Лазание на трудность. Это высокий скалодром 16-метровый, где трасса на российских соревнованиях достигает от 40 до 48 перехватов в среднем сейчас. И спортсмену нужно, продевая веревку снизу за собой, прощелкивая ее, пролезть в сети перехваты. Кто залез выше, тот и выигрывает. Ну и скорость, это все самое элементарное, все понятно сразу зрителю. Есть аталонная скорость, эта трасса, она одинаковая во всем мире. Она регламентирована строго. И по ней нужно забежать. Ее спортсмены выучивают и бегут. Буквально на днях был поставлен новый мировой рекорд. 15 метров пробегают за 4 секунды 79 сотых. Прям пробегая? Пробегая. Интересно. В Игры Дети Азии все три дисциплины будут задействованы. И скорость, и трудность, и вот болт-дрынинг. Да. Ага. А сейчас проходят тренировки, я понимаю, что да, скорее всего, да? Нелли, как часто вообще вы тренируетесь перед Играми Дети Азии? Наверное, каждый день? Да, каждый день. Сейчас у нас идут сборы, которые длятся 10 дней. И к нам приехал специальный тренер, чтобы нас тренировал. А расскажите, что за тренер приехал, откуда он, какой он? Ну, тренер хороший, дружелюбный. На одной волне, кстати. Откуда приехал тренер? Сам он с Челябинской области, бывший чемпион Европы в детских соревнованиях. Сейчас крутит российские старты, первенство России, иногда чемпионаты. И мы специально позвали такого человека, потому что у нас нет опыта накрутки таких серьезных трасс, такого формата. И нам нужно было, чтобы он нам помог. Вот он сейчас 10 дней будет крутить трассы. Мы будем, дети их просто пробуют лазать. Мы это все корректируем. И в конце будет несколько таких тренировок в формате соревновательном. Мы будем уже понимать, кто как, к чему готов. Соответственно, чтобы дальше он нам даст рекомендации, мы начинали работать по подготовке. Расскажите о спортсменах, кто вошел в сборную Якутии и будет представлять республику на игры «Дети Азии». Сколько участников, сколько девочек, мальчиков? У нас два состава. То есть в каждом составе три мальчика, три девочки. То есть 12 участников. Мы, когда нас ввели в программу, было принято решение. У нас возрастные группы на тот момент, в том году, были разделены. То есть 14-15 лет они не могли вместе возрастить. Мы приняли решение на всех соревнованиях проводить их вместе. Объединить группу. То есть 13-14 лет дети лазали. И тем самым на четырех стартах провели отборочные соревнования. Выявили лучших по результатам. И из них сформировали основной состав, две команды. И резервный, который сейчас тоже занимается. У нас всего готовится 18 детей. На тот момент, если вдруг что-то у нас не так пройдет, мы могли их быстро заменить качественно подготовленным спортсменам. Ребята, вот они откуда? Наверное, со второй школы. У них есть такая небольшая уже подготовка. Сейчас вот скалодромы у нас в основном в городе в пяти школах находятся. Это международная оптическая школа. Оттуда есть дети. Вторая школа, конечно, безусловно. 21-я школа. 19-я школа. И 24-я школа. Ну, кроме этого, у нас единственная дюша в горном районе, в селе Бедерестях. Там тренер работает в детской спортивной школе. И вот оттуда тоже есть ребята. То есть, получается, все основные массы это из города Якутска и вот ребята из горного улуса. Горного улуса. Нелли, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь скалолазанием? Я занимаюсь скалолазанием с 2024 года. То есть, с этого года? Ой, с 2021 года. Ага. С пятого класса. То есть, третий год уже? Да. А почему изначально вы выбрали этот вид спорта? Я выбрала этот вид спорта, потому что развивается разносторонный человек, руки, ноги, физически, и мысли, мысли тоже. А вот насчет мысли, вот да, вот, говорят же, вот пробег, я, например, слышала, когда бежишь, ты настраиваешь себя на лад нужный, все лишнее как бы убегает, остается с ветром где-то позади, да. А о чем думает скалолаз? Вот они трассу видят, вот, в дисциплине трудности и болдер, трассу видят, то есть, спортсмен не видит трассу. И водится сколько минут? Ну, вообще, 40 секунд на просмотр трассы в трудности, а на болдинге у вас 5 минут – это просмотр трассы и попытки ее лазать. И поэтому человек должен уже, спортсмен, когда смотрит трассу, уже должен выстроить стратегию. И вот обычно они, когда смотрят трассу, танцуют, то есть, делают перехваты, вот, руки, ноги как движутся, вот, прямо смотришь, ну, смешно там, танцуются, и вот, мысленно перехватывают, как они будут. То есть, на месте спортсмен вначале, как бы, вот, мысленно готовится, да? Трасса проходится с земли полностью, то есть, не должно быть такого, что ты взял зацепку и думаешь, что делать следующее движение. То есть, она должна у тебя в голове уже быть пройдена. То есть, это как шахматы практически, да? Да, примерно так, а там стратегии устраиваются. И еще маршруты, когда видишь, спортсмены уже определяют, какой маршрут, вот, болдинг первым, и в трудности, какие маршруты, можно пройтись по легким маршрутам, побольше сделать, да? Или можно стратегию сделать, чтобы, ну, пойти уже по трудным маршрутам. Это от готовности, от стратегии спортсмен зависит. Как интересно. Вот вы сказали, что нашу республику будет представлять 12, ну, даже 18, да, спортсменов, включая вот резервный, да, состав. А вот сколько вообще будет спортсменов в этой дисциплине с нашей страны или, может быть, с зарубежья? Есть информация? Ну, пока я знаю, что подтвердили две страны, вот, Азербайджан и Казахстан. Ну, дальше ждем, пока у меня больше информации нет. Вот, а российские регионы, они, само собой, будут участвовать. Какие регионы нашей страны считаются, ну, основными нашими соперниками, сильными такими скалолазами, скалолазами? Ну, вообще в Сибири скалолазание развито давно и хорошо. То есть скалодром, который у нас только сегодня появился, да, если так можно сказать, у них стоят уже давно. Тюмень, она много лет делает хороших скоростников, у них там хорошие трудники, вот. Вот, есть Москва, соответственно, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская команда за тот год неоднократно занимала весь предистал, допустим, и у мужчин, и у женщин. То есть они прям повторяли это несколько раз на чемпионатах. Есть Воронеж, где хорошая тоже. Вот, в общем, подготовка у нас в России, она очень хорошая. И подготовиться к такому виду соревнований без таких скалодромов, без вот этих всех реальных зацепок, которые нужно постоянно менять, очень тяжело. Поэтому, конечно, мы будем делать все возможное, мы не сильно пока отстаем, так скажем. Но по ходу будем учиться. Конкуренция у нас, конечно, большая. Ну, вот я знаю, что на этих играх скалолазание, оно выступает как вне зачета, да? Ну, это демонстрационный вид спорта. Почему? Ну, потому что это новый вид спорта, вначале он вводится как демонстрационный, не идет общий зачет команд. Ну, то есть разыгрываются шесть комплектов наград, и вот личная первенца получается. А командного зачета нет. Вот единственное отличие в том, что вот нет командного зачета. А так вот награды, медали и так далее, все, все церемонии вот в полном объеме. То есть получается, что как бы, ну, грубо говоря, адаптационное такое, да, введение новой дисциплины. А может так получиться, что на следующие игры не будет этой дисциплины? Ну, если участников у нас не будет, конечно... Такое возможно, теоретически, да? Такое возможно, да. Расскажите, пожалуйста, о судейской коллегии, кто будет судить спортсменов наших и приезжих. Ну, а не Фикторович или я? Так как это международные соревнования, все-таки, то есть там есть требования к судьям. Судьи должны быть международного класса, либо первой категории, всероссийской категории. Соответственно, основной судейский состав будет повезен из России. 20 судей. 20. У нас здесь взяли около 10 волонтеров, которые будут, непосредственно, помогать, учиться, работать полностью в судейской коллегии, так как у нас категория не позволяет, но при этом будут волонтеры. У нас 5 судей будет с нашей стороны, и вот эти все 25 судей будут иметь помощников, которые будут наши волонтеры. То есть это стажеры, будущие наши судьи. Сами игры продлятся в Якутске в течение двух недель, а соревнования по скалазанию сколько дней займут, сколько будут длиться? Все две недели или два дня, может быть, меньше? Так, 30-го первый день и последующие. Ну, вообще, 5 дней соревновательных, либо 6, я сейчас там, то есть, бумага пришла с ФСР по графику. Вообще, заложено 7 дней с отчетом приезда и отъезда команд. Вот, соответственно, у нас будет бодинг-квалификация, потом у них будет трудность-квалификация, скорость, полуфиналы пройдут, и, несмотря на то, финалы останутся напоследок. Ну, буквально вчера было совещание вечером, вот полуфиналь как раз отменили, будет сразу финал. Ну, вот, значит, программу сейчас переделают и будет еще. Нелли, волнуетесь? Да. Уже волнуетесь, да? Да, очень. Есть какие-то секреты, фишки, вот, как преодолеть волнение, вот, когда вот вы видите скалодром, что-то, может быть, проговариваете внутри себя или думаете, вспоминаете кого-то или что-то? Мне с этим помогают мои подруги. Ага. Мы, если волнуемся очень сильно, то обнимаем друг друга. А так возможно будет перед соревнованием пускать подружек на или... Да, то есть, если вы выступаете, то есть, квалификация, она открытая, все друг друга видят, а так все спортсмены до проваза, они в зоне изоляции все вместе. Соответственно, когда вы выходите на старт, вы можете со всеми пообщаться. Вообще, в скалолазании нет такого, что, как бы, скажет за себя. Все спортсмены, которые в зону изоляции заходят, все общаются, все друг другу помогают. Можно любого спросить, а как ты здесь будешь перехват делать? Зона изоляции – это зона, из которой не видно скалодрома. То есть, предварительно, они находятся там и выходят уже непосредственно перед стартом. Олег, ну вы же тоже активный спортсмен, может быть, у вас есть какой-то ритуал перед стартом? Ну, ритуалов больших нету, просто я уже выхожу на старт с чувством, что я готов, и сейчас волноваться бессмысленно. То есть, я уже подготовился, я пришел сюда, значит, нужно просто работать, как ты умеешь. Потому что волноваться бессмысленно, как бы, либо ты можешь, либо ты не можешь. А вот какие-то второстепенные вещи, их надо отметать, и я когда лезу, я уже непосредственно соотачиваюсь на трассе, ты берешь первый камень, думаешь о втором, и это все так друг за другом, там нет моментов такого, что ты на чем-то еще будешь думать. Я вот задала этот вопрос несколько лет назад олимпийской чемпионке, фигуристке, и она сказала, что она перед соревнованиями заправляет тщательно свою постель и прибирается в комнате. Вот что-то подобное у вас есть, ну или, может быть, у вас есть, пока, может быть, нет, да? Да, некоторые там пятачок под пятку подкладывают, талисманы, да. Олег? Нет, тоже такого нет. Просто настрой? Да. То есть я выхожу на трассу с чувством, что я должен залезть до конца. Ну, я думаю, что это правильно. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире, не забывайте, пожалуйста, об этом. Можете звонить нам в студию, задавать вопросы нашим гостям. Сегодня мы говорим о скалолазании, как о новой спортивной дисциплине игр «Дети Азии». Задавайте вопросы по телефону 32 00 66 32 11 66. Также у нас работает WhatsApp номер плюс 7 411 232 00 66. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, после которой к вам обязательно вернемся и продолжим нашу беседу. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о новой спортивной дисциплине игр «Дети Азии» – скалолазание. Напомним, что эту дисциплину ввели в олимпийскую программу на играх в Токио, и вот уже через 4 года она в программе игр «Дети Азии». Все это, несомненно, способствует развитию скалолазания, как спортивной дисциплине в Якутии и в России в целом. У нас в студии Алексей Семенов, президент Федерации альпинизма и скалолазания нашей республики, Олег Сайфулин, старший тренер по скалолазанию республики Саха-Якутия и член сборной команды по скалолазанию игр «Дети Азии» Нелли Кононова. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию, задавайте вопросы, 32-00-66, 32-11-66, и у нас работает WhatsApp номер, плюс 7-411-232-00-66, пишите и задавайте вопросы. Уважаемые гости, у меня вопрос по скалодрому. Скалодрому выяснили большой по размеру, а большой скалодром предполагает большой штат сотрудников. Это тренеры, инструкторы, кто будет решать кадровый вопрос? Сейчас, в данное время, мы должны отработать уже спорткомплексом ДОХСУ. У нас штатных единиц не дают, поэтому будут утверждаться тарифы и так далее, чтобы содержать штат тренеров, которые будут сопровождать работу. Будут оказываться платные услуги. А на сегодняшний день в Якутии и в Якутии как много вообще тренеров, инструкторов по скалолазанию? Ну, у нас до сих пор... Вот единственный пример, когда в спортивной школе тренер имелся, это в село Бердегастях. Вот благодаря Никите Викторовичу, главе горного района, была проделана большая работа, тренер работает. А в городе Якутии у нас это педовое дополнительное образование. То есть все пять скалодромов до этого, они стояли в школах, работают в школах, и поэтому там у нас педагоги дополнительного образования. Ну, в будущем, конечно, мы работаем, чтобы из тех воспитанников, которые выпускаются, занимаются у них, такие уже дети у нас есть, выпускающиеся, с ними отрабатываем, чтобы они в последующем стали тренерами, работали в наших скалодромах. Где обучаются вообще на тренера и инструктора? Олег, где вы обучались? Ну, я именно на тренера и инструктора не обучался, я просто давно занимаюсь скалолазанием. Сначала я занимаюсь туризмом, потом перешел в скалолазание и в альпинизм. И когда во второй школе построили скалодром, позвали работать, и я отучился на... Я его ждал из армии. ...педагога. Интересная история. В общем, в 2009 году у нас скалодром был в Бугуэпи. Это вот Байкальский университет, он был далеко, и с 2010 года меня туда поставили инструктором. То есть не было вообще представления о том, как лазать, что делать. Потом так получилось, что это всё развивали, делали, выезжали на скалы. В 2014 году меня очень поздно забрали в армию, и здесь как раз завертелось. Я пришел с армии, стоит скалодром в большой школе, мне говорят, иди учись, надо работать. То есть вы развивались вместе со всей Якутией, можно так сказать, да? Скалолазанием альпинизмом нашей республики. Скалолазание России даёт целевые места, даже Лерцгарта, поэтому в физкультурных институтах обучение есть. Ну вы сказали, что в Якутске только целых пять скалодромов, это только в школах, да? А вообще, насколько высокий интерес у ребят скалолазанию? Интерес достаточно высокий. Сейчас, когда только одна школа была, такого соревновательного духа не было. А сейчас я чувствую, что тренера и дети между школами уже соревнуются, поэтому появляется дух соревновательный, и появление нового такого большого скалодрома, он тоже даст такой большой толчок. Ага, вот, как раз, вот, и что изменится в тренировках с появлением большого скалодрома? Олег, вопрос вам. Ну, основной момент, у нас школы останутся как основой, но больше для того, чтобы отбирать сильнейших спортсменов, то есть формировать сборную, будет чуть попроще. Это когда мы занимались только на маленьких скалодромах и не могли никуда уйти. У некоторых детей просто за два-три года пропадал такой большой интерес. Нужно очень часто крутить трассы, залы. Зал, в котором стоит скалодром, там же проходят уроки физкультуры. Немножко сложнее. Сейчас у нас есть большой скалодром, соответственно, некоторые уроки скалолазания выйдут в западе у школьного скалодрома, и будет... А в школьном скалодроме мы можем набирать любые группы большие, и с группой здоровья заниматься постоянно уже. То есть эти группы будут большие. А спортсменов, у которых все получается, которые готовы лазать выше-дальше, мы можем вывозить в Дахсун, заключать договора между школами, и, соответственно, работать на перспективу. Вот вы сказали, что в школах есть скалодромы, а это как занятие физкультурой или дополнительные занятия? И то, и другое. То есть гибридно. То есть некоторые учителя используют как во время часов физкультура, и ещё как идёт дополнительное образование, как секси. Так вот, полагаю, ожидается увеличение количества занимающихся скалолазанием. Установили ли вы тарифы для желающих? Вот я имею в виду большой скалодром в Дахсуне. Можно ли туда приходить не спортсменам? Пока у нас идёт только подготовка к детям Азии. В последующем у нас будут уже, ну, вот работа с Министерством спорта, с спорткомплексом Дахсун, чтобы установить эти тарифы. То есть после игр? После игр. Тут вопрос тоже поступил по WhatsApp-номеру. Со скольки лет можно заниматься скалолазанием? Бесплатно или платно? Если платно, то могут ли быть скидки многодетным? Ну, в пяти школах, вышеперечисленных, можно заниматься. Если ребёнок занимается, то бесплатно. Ну, и в предыдущие периоды у нас, если ребёнок давал какие-то результаты, ну, допустим, во вторую школе приходили дети из 33-й школы, и те, кто давали какие-то результаты хорошие, мы тренера занимались совершенно бесплатно. По возрасту, Олег Викторович? Ну, мы сейчас занимаемся, начиная с начальной школы, с семи лет. Я пробовал заниматься с шестилетними детьми. Они очень мало подвижны наверх. То есть они внизу более-менее лазают, 3-4 перехвата. Дальше им становится... Страшно, может быть, да? Возможно, да, страшно. Видимо, институты самосохранения ещё очень такие. Они не понимают, что они на верёвке, это безопасно. И вот с семи лет, в принципе, мы занимаемся. У нас есть занятия по воскресеньям. Мы набираем по выделенной записи группу и ведём занятия всей начальной школы. То есть первоклассников уже можно приводить? Да. Нелли, а вы пришли в этот вид спорта в пятом классе. Это поздно получается уже или нормально? Нормально. Нормально, да. Ну, Нелли считает, нормально. А Олег вот что вы скажете? Да, это, в принципе, нормально. Ну, потому что, допустим, если в России занимаются с 5-6 лет, они не лазают на скаладром. Они просто проводят всякие мотойку, всякие подвижные игры возле скаладрома. С зацепками, не зацепками. А потом к семи годам всех перетягивают уже в лазанье на скаладром. Ну, ребёнок уже готов. У нас начальная школа нам интересна. Они, когда приходят в пятом классе в секцию и занимаются её раз в неделю, у них уже пальцы держат, они понимают, что это такое. То есть у нас сейчас такая подготовительная работа идёт. Вот. И из них, как бы, ну, из тех, кто ходит, вот, там, с 1-го по 4-й класс, почти все приходят в секцию и остаются потом. А с какого вида спорта легче прийти в скалолазание? Вот, допустим, вот Нелли сказала же, что раньше она мечтала заниматься лёгкой атлетикой. Ну, как-то вот так переигралась, да, всё. Вот с лёгкой атлетикой или, может быть, с бокса, с борьбы? Как вот? Какой лучше? Из личных наблюдений быстро адаптируются к скалолазанию. Это танцы, да, потому что у нас в скалолазании важна пространственная координация. Вот, они очень хорошо чувствуют себя в пространстве. Это все, кто связаны с гимнастикой, поскольку... Особенно спортивные, наверное. Да, и вот они быстро адаптируются. То есть они хорошо себя чувствуют на скалодроме, правильно делают движения. Но как бы о пальце у нас предназначено удерживать наш вес, и они у всех примерно одинаково не держат поначалу и быстро восстанавливаются для того, чтобы это всё разрабатывать. А у нас в Якутии очень развита борьба. Вот с борьбой, как вот родители, например, передумали. Если мотивация у ребёнка есть, то, конечно... Самое главное, да? А тут уже не важно, какой вид спорта, главное – желание. Нелли, скажите, пожалуйста, вот сейчас вот радиослушатели и телезрители слышат, да, и родители, вот, может быть, задумались отдать своего ребёнка скалолазание. Вот в чём нужно прийти? Какая форма одежды должна быть? Спортивная, кроссовки. А кроссовки или кеды, может быть, чешки? Кеды. Кеды, да? Специальные кеды. Скальники? Да. Ну вот, а если их пока нет? У школ обычно, вот, у нас, вот, в школах есть размерные ряды скальников. Те, кто начинают, вот, уже могут попробовать, потом уже сами закупить. А, то есть обувь вы выдаёте. Как интересно. А те, кто вообще начинает, там можно, ну, не в толстых кроссовках, конечно. То есть, ну, хорошо подходят кеды с мягкой подошвой, которые максимально плотно прилегают к ноге. То есть, если они будут широкие или подошвы хорошо, сильно выходят за апы, где у стопы, будет неудобно. Потому как нужно, чтобы это всё чувствовалось, работало и ставилась ножка. А скальники, насколько мне известно, они же очень такая вот твёрдая подошва. Как балетные. Вот, да-да-да. В них удобно, да? Если они подобраны по размеру, если спортсмен уже, то есть, ну, как новички начинают с более прямых тапочек. То есть, у них пальчики на ногах чуть-чуть подсогнуты. А спортсмены высокого уровня, им не хватает. Пальцы прогибаются на маленьких зацепках и приходится брать более агрессивные. То есть, пальчики все собраны. Примерно на полтора сантиметра скальный туфель меньше, чем обычная нога. Ага. Надо это учитывать нашим телезрителям и радиослушателям. Алексей Климетьевич, вот первый скалодром нашей республики в Якутске появился во второй школе, да? Нет, ну, раньше вот БГОЭП и речное училище было, а вот просто современные истории, наверное, во второй школе тоже постоянно, регулярно действующий скалодром появился во второй школе. Вообще, кому изначально пришла идея создать скалодром в школе именно? Вообще, вот если смотреть, то школы у нас в районных центрах и в городе Якутске, они имеют очень мало спортзалов. Ну, допустим, у второй школы там три зала, сейчас вот у меня в пятой школе один спортзал. И у меня всегда была мысль развивать физическую активность детей, чтобы реально давать часы. Вот, если количество кабинетов, вот, в спортивных залах, в предметных кабинетах должно быть пропорционально количестве часов в неделю. Уроков физкультуры у нас три часа в неделю. Спортзалов у нас... Один. Один или два там, максимум три. И получается, я пытался развивать вот направление туризм. И до сих пор по этому направлению работаю, ну, чтобы вне зала можно было заниматься. И в лагере хотел направление, вот, туристическое направление развивать. И вот ребята пришли, рассказали, что такое фотография, показали фотографии скалодрома в 2015 году. И за летний период мы смогли с коллективом поставить скалодром. В каком году это произошло? В 2015 году, в июле начали, и открытие было 8 октября 2015 года. И с тех пор уже регулярно работает. Помните ли вы первые впечатления, первые эмоции ребят, учителей, которые увидели вот первый скалодром, что это такое, как это? Ну, было очень, ну, достаточно... Ну, мы соревнования там фестивального формата проводили, было очень много участников. Прямо толпой туристов приводили. Было очень весело, интересно, самому интересно, потому что... Ну, потому что это новое направление. А вообще, вот, как повлияло открытие нового скалодрома на развитие вашего движения, вашей федерации? Как повлияет, скорее всего, наверное, ваше трудноузы? Сейчас вот уже мы будем работать на достижение спортивных результатов. То есть, если мы просто раньше существовали, сейчас вот мы будем уже стараться воспитать мастера спорта, чемпиона России, мира. Так вот, мы уже такие задачи ставим. Сейчас будем уже программы и так далее, уже корректировки делать, искать спонсоров и так далее. Вы говорили до этого, что вырастает состязательность между школами. Проводятся ли какие-нибудь соревнования между школами? В течение года у нас около 10 стартов. Да. Где-то 10 стартов в течение года. Это чемпионат города, первенство и так далее. А какие итоги, какие успехи, кто лидирует? Расскажите об этом. Ну, тут везде по-разному. В разных дисциплинах у нас разные дети лидируют. То есть, есть дети, которые во всех дисциплинах у нас. Сейчас два лидера, которые в сборной, то есть, они во всех дисциплинах у нас. Но сложно пока было сказать, потому что у нас скалодромы 7 метров в трудности. И все-таки это одно. Сейчас будем проводить соревнования, когда на 15 метров в скалодроме будет другое. Да, тут надо немножко с психологией поработать, чтобы ребенок мог лезть не 7 метров, а 15. Выносливости больше. Уровень перехвата в другой. Все-таки мы все равно будем уставать. И это будет все вот, то есть, разполагаться. Но вообще, в целом, у нас из раза в раз бывает такое, что просто лидеры меняются. Потому что кто-то стал вторым, он говорит, почему я второй? Я хочу быть первым. Уходит. И в следующий, так сказать, соревновательный цикл он выигрывает. Ну, в последние годы ковидные ограничения еще были, мешали. А так до этого, до 20-го года, очень регулярно, потом какой-то вот застой появился. И сейчас вот мы направление работы уже поменяли на строительство уже нового скалодрома. Поэтому вот поэтапно все приходит. Понятно. А вот я знаю, что вы проводите еще фестивали, проводили, да, во всяком случае, фестивали скалолазания в Яланке. Вот каковы его итоги, результаты? Это тоже получается как бы вне учебное время. Ну, тогда уже, наверное, старшее поколение принимает участие. Жителям Якутска повезло, как и, допустим, Красноярска, что у нас, кроме крупного скалодрома, искусственного, есть скальный полигон на Яланке. Это 180 километров отсюда. Мы регулярно, каждый год проводим Яланка-фест в августе месяце, где около 200 участников. Ну, 180 и плюс организаторов только 70, 50 человек. И получается, в целях обеспечения безопасности мы не увеличиваем количество участников. И вот он пропагандирует экстремальные виды спорта, скальный полигон. Вот многие почувствовали на Яланке первый раз. Вот, поэтому популярно. Вот, Яланка-фест у нас популярна. А есть лидеры вот этого фестиваля? Во всяком случае, вот последний, может быть, вы кого-то можете вспомнить и сегодня его обозначить? Ну, из таких у нас Тима несколько фестивалей выигрывал, я фамилию сейчас не вспомню. Вот так обычно ребята один-два фестиваля проводят, потом приходят в скалолазание к нам, кого регально заинтересовало. А те, кто у нас лазает какой-то промежуток времени, мы их не особо допускаем до фестиваля, они у нас в организаторах. Потому как это будет не совсем правильно, повезти людей в первый раз, и к ним же в соревновательную программу запустить тех, кто полгода, допустим, тренировался. Нечестно. Да, поэтому вот у нас ориентировано на тех, кто поезжает просто отдыхать. Это любители же, да? Да. Ну, это расширение, ну, круга нашего федерации, чтобы у нас было много участников для привлечения новых команд. А средний возраст вот участников фестиваля «Еланка-фест» какой вот? Ну, наверное, где-то 23-30. То есть такие. Есть там и в возрасте люди, но их единицы, конечно. Нелли говорила о том, что вот скалолазание развивает многие группы мышц. Вот, Олег, что вы можете сказать? Стоит ли детям заниматься этим? Вкратце очень. В любом случае стоит. Все дети с детства любят лазать. И родители обычно их никуда не пускают лазать. А в скалолазании, это все делается под присмотром тренера, с вылевкой, в безопасности. Ребенок начинает лазать. Во время лазательного процесса у нас работают ручки. Мелкая моторика соединяет у нас ноги с руками, потому что импульс создается из ноги, приходит в руку. Нужно удерживать. То есть помимо того, что мы включаем руки, ноги, еще и спина должна постоянно работать. То есть нужно разрешить ребенку лазать? Да. В этом случае под присмотром тренера. Огромное спасибо за ваше время, за интересную беседу. Я желаю вам удачи. Всего доброго. До свидания. На этом наша программа завершается.